Ребята, я рад объявить конкурс. Мы будем разыгрывать три футболки, любые на выбор. Вот вам все варианты, которые у нас сейчас есть мерча. Все, что нужно для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, это пройти по первой ссылке в описании на наш крайний клип под названием Cry Omega и написать там комментарий, поставить лайк, ну и, соответственно, быть подписанным на вот этот вот канал. Мы проводили уже несколько таких конкурсов, несколько результатов я уже, собственно, огласил, остальные будут оглашены после того, как на клипе наберется 3000 лайков. Поэтому удачи вам, кому-то передадим майки в нашем туре с Wild Ways, вот здесь вот можете видеть все даты, а кому-то отправим, если город их, собственно, не в этом туре. Поэтому удачи и спасибо вам за поддержку. Ну что, вы готовы? Вы готовы посмотреть, что скрывается под этой кепкой? Многие писали в Инстаграме, как же ты, как же ты, как же ты подстригся, и давайте посмотрим. Все шутки про Федука писать в комментариях. Всем привет, с вами Егор Иерушин, и ролики на этом канале выходят очень редко, и я, наверное, ничего не буду менять. Поэтому я решил выпускать ролики исключительно на те темы, которые интересны мне, и в этот раз я решил записать ролик о теме, ну, про которую, да, я хотел поговорить уже достаточно длительное время. Вы, наверное, заметили, что на этом канале с уходом большого количества роликов про Блин Магеда Хорайзен и прочие дела появились триггерящие ролики про Слепнот, про, там, другие группы, про кого я уже... Я уже даже, если честно, не помню, про кого я снимал. И многие задавали мне вопрос, а зачем ты вот, зачем ты это снимаешь? Дело просто в говнарях. Дело в том, что говнари с огромным удовольствием поднимают мне статистики из-за того, что они пишут мне комментарии насчет того, насколько я неправ, насколько я тупой, насколько я пидор, конечно же, потому что, блядь, как же можно не уважать Слепнот и быть натуралом, правильно? Это же ой-ой-ой-ой невозможно. Поэтому сегодня я решил просто немножко поговорить, размышлять по поводу того, почему у нас говнари в России вот именно такие, какие они есть, насколько сильно они отличаются от любителей рок-музыки, например, в тех же самых Штатах. Поэтому это будет такой ролик размышления, да, я надеюсь, он вам понравится. Поставьте там лайк авансом, сделайте серую кнопочку подписки красной или как там, наоборот. Интеграции никакой не будет, потому что у меня статистики на абсолютном нуле, поэтому просто вот сразу начнем говорить. Что ж, для того, чтобы вы не считали меня голословным, вот фотография меня в 2006 году. Я был абсолютным говнарем, поэтому, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. С самого начала хотелось бы заметить, что, безусловно, культура говнорока, культура вот этого говнарства, она непосредственно связана с изгоями общества, да, то есть с людьми, у которых там, ну, может быть, не все в порядке с внешностью, не все в порядке с какими-то там поведенческими вещами. То есть, по сути, когда они не могут стать обычной частицей там общества, да, и просто работать с остальными частями общества на равных, они решают, ах, вот так, ну, тогда я вот покажу вам, какой я не такой, как все. Смотрите, какая тема. Я думаю, что вы вряд ли видели в своей жизни, не в интернете, а именно в жизни, красивую, стройную, симпатичную, не прыщавую девушку в майке, ну, условно, король и шут, например. И даже если вы сейчас напишите мне, да, я такую видел, вы сами прекрасно будете понимать, что это исключение, подтверждающее правило. Большинство говнарей, прямо скажем, не привлекательны. Это привозит нас к первой теме. Эта тема заключается в том, что эти люди, они ищут как бы какого-то одобрения в музыке, потому что они считают, что музыку, которую они слушают, пишут такие же, как они, и что вот они связываются каким-то образом с этим исполнителем, и вот у них наконец-то появляются друзья в лице, собственно, этих исполнителей. Подумайте сами, большинство говнарских песен, они вот о том, что вот, тебя никто не понимает, ну, на самом деле, ты им всем покажешь, там, и так далее, порог очень низкий, то есть они знают, с кем они, потому что это мультимиллионные просто компании, они прекрасно знают, в кого они целятся. Поэтому, да, в то самое время, как рэперы зачастую говорят, а, я ебал твою тёлку, да, и прочие вот такие вот дела. Нет, говнарские песни в основном, вот ты там всем покажешь, вот мы семья, они очень сильно давят именно на это, потому что они понимают, что их целевой слушатель, скорее всего, изгой, с ним никто не хочет дружить, никто не хочет общаться, опять же, есть исключения, я не говорю, что все, это просто большинство. В связи с этим связана и вторая тема, они настолько сильно агрятся, просто потому что, кроме этого музыкального вкуса, их, как будто бы, да, вкуса, у них больше ничего нет, поэтому они не могут позволить никому просто так, то есть, как это так, у меня вообще есть только группа слепнот, как же я могу позволить вот какому-то человеку что-то про них говорить плохое, пошёл-ка я в интернет сразу писать, какой он пидор. Условно говоря, вот я, например, знаю и на 100% уверен, что самая лучшая песня в мире, это песня Виктора Салтыкова «Островок». Если кто угодно снимет какое угодно количество видео или напишет комментариев насчёт того, что нет, что это не «Островок», а на самом деле это, не знаю, «Before I Forget» группы слепнот, ну, мне от этого станет ни холодно, ни жарко. Однако, если же кто-то усомнится, не дай боже, в великой музыкальной ценности каких-нибудь слепнот, системы фудаун, там, не знаю, группы аквариума, это совершенно не важно. О нет, о нет, тогда сразу нужно написать этому человеку, что он не разбирается, что он тупой. И, разумеется, ни в коем случае нельзя вдаваться в то, чем этот человек занимается или какую музыку он слушает. Нет, самое важное – это сразу начать агриться, потому что ничего не важно. Если у тебя нет нормальных аргументов, там, музыкальных, ничего, сразу называй пидором, сразу. Вот это самый говнарский, самый говнарский путь. Также не стоит забывать о том, что только говнари могут слушать эксклюзивно один жанр музыки, а других людей, которые слушают другую музыку или слушают разную музыку, может быть, даже иногда ту же самую музыку, что и сами говнари, но не только ее, и еще что-нибудь считают позерами и дебилами. И считают, что вот элитизм какой-то есть в том, чтобы слушать только один, эксклюзивно один жанр музыки. Прикол, опять же, заключается в том, что, ну, большинство говнарей, они, прямо скажем, не в самой лучшей физической форме. Поэтому, если бы они встретились с, так сказать, объектом своего вот этого вот хейта вживую, вряд ли они смогли бы что-нибудь с ним сделать, просто потому что, ну, не знаю, если они только прыщами в него вот так вот стрелять не начнут, вряд ли у них будет какой-то, там, какая-то возможность обороняться. Поэтому, да, им постоянно нужно доказывать всем, что их музыка лучше всех. Я почему-то не видел в последнее время ни, там, любителей рэпа, ни любителей джаза, ни любителей поп-музыки, чтобы они такие, Ах, ах, вы говнари, вы слушаете, блядь, Каннибал Корпс, как так? Нет, на самом деле, самая лучшая музыка это Бритни Спирс. Ну, не делает так никто, так делают только говнари. И еще вот просто обожаю, ты просто не шаришь, ты потому что не понимаешь тексты, нужно вникнуть. А при этом сами они знают любой язык, кроме, возможно, русского, а зачастую и русский, просто на уровне I am potato. Кому вы загоняете, что вы поняли глубокий смысл и, там, не знаю, чувства артиста и его страдания? Что за бред? И я обещал сравнение с американскими, там, условно говоря, слушателями. Блин, если кто-то пишет под, условно говоря, клип какой-нибудь группы, там, не знаю, мне не понравилось, я считаю, что это, там, не очень, я не вижу огромного треда из комментариев, из разряда, потому что ты не понимаешь, потому что ты не сечешь, потому что, блядь, ты не друшный, ты, наверное, пидор, потому что им это не надо, у них есть своя жизнь, они такие, а, ну, окей, кому-то не понравилась музыка, которая нравится мне, ну, что ж, хозяин, барин, как бы. Я не понимаю, почему в России так распространена вот эта вот культура, ну, как, точнее, я понимаю, я понимаю, что омегам просто нечем заняться, самое, то есть, лучшее, самое качественное и умное, что им, кажется, они могут сделать со своим временем, это объяснять в интернете кому-то, что он неправ. Я знаю, что я грешен в этом тоже, однако я обычно, как бы, защищаю то, например, какой-то свой продукт. Если я, условно говоря, записал песню или какой-то клип, и кто-то пишет там, ну, тогда, да, я отвечаю, как бы, на комментарии, потому что я понимаю, что, скорее всего, это какой-то несчастный фанат, там, Брингов, или Слепнот, или кого-нибудь такого, который решил, что, ах, вот ты, вот ты как про мою музыку, тогда я вот тебе напишу, что твоя музыка говно. Ну, блядь, окей. Только от этого моя жизнь хуже совершенно не станет, честное слово. К чему вы пришли? К тому, что я сам говнарь? Ну, наверное, да. В общем, вот такие мысли на эту тему мои. Если вам понравились вот такие вот размышления на эту тему, то ставьте лайки, пишите свои комментарии, наверняка там будет уже сейчас огромное море комментариев, значит, того, как я позволил себе, я еще даже не знаю, как я назову этот ролик, но как я вообще смог позволить себе назвать этот ролик так. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны или успели отписаться, и приходите на наши концерты в России, Украине, Белоруссии и Прибалтике. Мы будем выступать вместе с группой Wild Ways. Огромный тур, будет очень сложно вывести, но я уверен, что вы поможете нам и, в общем, отлично проведете время вместе с нами. С вами был Егор Ирушин. Пока!